Добрый день, друзья! Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки! Сегодня приготовим очень пышные, воздушные, мягкие пирожки из идеального теста, которое поднимается за 5 минут. И это не преувеличение! Готовить пирожки можно с любой начинкой. У меня сегодня очень вкусная яблочная. Присоединяйтесь, этот рецепт нужно обязательно сохранить. В описании к этому видео найдёте количество ингредиентов, а также ссылку на телеграм-канал. Подписывайтесь, чтобы не потерять рецепты. Для начинки яблоки я помыла, очистила от кожуры, удалила семечки, нарезаю на небольшие кубики. Буду обжаривать на сливочном масле. Также можно яблоки просто потереть на крупной тёрке. Добавляю к ним сахар, лимонный сок и ванильный сахар. Буду тушить примерно 5 минут до испарения лишней жидкости. Начинка должна немножко загустеть. Я её перекладываю в миску и оставляю остывать, пока займусь тестом. Тесто мы будем готовить на заварной основе, поэтому оно получится очень быстрое. Для первой части теста соединяем 3 столовые ложки муки с сахаром. Также сюда добавляю чайную ложку соли и растительное масло без запаха. И всё это перемешиваю. Буду добавлять постепенно сюда крутой кипяток, вот прям только что закипевший. Мука будет завариваться и у нас получится такая как бы кашица. Оставляем пока в сторону, в другой миске. Соединяем воду комнатной температуры с сухими дрожжами. Если вы уверены в их качестве, то сразу же можно сюда просеивать муку и замешивать тесто. Далее, когда оно становится густым, нам нужно объединить 2 части. Заварную и муку с дрожжами. Всё это перемешиваем. Заметьте, что я не ожидаю остывания. Вот у меня первая часть постояла ровно столько, пока я смешивала дрожжи с водой и мукой. Соединяем сразу же. Постепенно добавляем сразу всё количество муки, которое я вам укажу в описании. И вымешиваю. Далее перекладываю на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. И больше уже муку не добавляю. Руки тоже смазываю растительным маслом. И примерно 3-4 минуты вымешиваю тесто на рабочей поверхности. Далее я его вот так вот округляю. И уже сразу же можно формовать пирожки. Но для уверенности его можно оставить на 5 минут под миской. И вот за 5 минут, обратите внимание, как у меня подошло тесто. Именно за 5 минут я ничего не преувеличиваю. Далее мы его делим на 2 части. Из каждой части формируем колбаску. И далее каждую колбаску делю на одинаковые части. Посмотрите, какое воздушное, мягкое, пышное тесто получилось за 5 минут. Ну, это удивительно просто. Работать с ним одно удовольствие. Оно очень мягенькое. Я не взвешиваю, делю примерно просто на части. Каждую часть теста округляю, чтобы потом удобно было формовать пирожочки. Я даже не накрываю его пищевой плёнкой, поскольку у меня начинка густая, она не вытечет. И я буду формовать сразу все пирожки. А потом уже буду их жарить. Ну, вот так это выглядит. Видите, такие прям колобочки получаются. Формовка самая обычная. Все знают, как это делать. Я даже не раскатываю скалкой, потому что тесто очень мягкое. Его достаточно просто распластать руками. Столовая ложка начинки. И плотно защипываем. Если слегка прилипает тесто к рукам, то немножко воспользуемся мукой. И обратите внимание, пока я дошла уже до последних шариков теста, то они ещё больше подошли. Настолько это быстрый подъём теста за счёт вот этой горячей заварной основы. Ну, это невероятное просто тесто, которое можно использовать в повседневной жизни. Вот даже когда очень быстро нужно испечь пирожочки. Посмотрите, я их сформировала сразу же все и уже потом буду обжаривать. На сковородку наливаю достаточное количество растительного масла, чтобы примерно пол пирожка было покрыто. И выкладываю в сковородку пирожки. Огонь должен быть небольшим, чтобы они успевали прожариться и не были внутри, естественно, сырыми. И далее до золотистости с обеих сторон крышкой не накрываю. Начинка у меня готовая. Я выкладываю пирожки на салфетки, чтобы избавиться от лишнего количества масла. И жарю уже сразу же все пирожочки. Они, конечно, ещё больше подходят, те, которые уже остаются к концу. Ну, прям вообще невероятные. Посмотрите, насколько пышные пирожки. Это очень удачный, самый лучший, наверное, рецепт теста. Посмотрите, какие они мягусенькие. Жарить их можно абсолютно с любой начинкой. Просто даже с картошкой, с мясом, с капустой, да с чем угодно. Даже просто с вареньем густым каким-то. В общем, друзья, обязательно готовьте. Я уверена, в этом рецепте вам точно понравится. Ну, а возможно, вы знаете. Пишите отзывы в комментариях. Всем мира и добра!